Это посяжение 10-е по лику. Методика разгляду пытаний давно отпрацеванная, а тому комиссия одразу поступает до работы. У зале эксперты, які не один год займаются рациональным выкористанием водных ресурсов. Федеральное агентство водных ресурсов и федеральная установа гидроспецгеологии с российского боку, Республиканский центр аналитичного контроля у сферы новокольного сяродя и науково-практичный центр по экологии с белорусского, плюс региональные департаменты и комитеты природных ресурсов. У таким составе можно обмерковать любые пытания. Взаимодействие между белорусской и российской стороной в сфере рационального использования трансграничных водных ресурсов весьма плотное. Мы работаем буквально в еженедельном оперативном режиме. В рамках соглашения между нашими странами в области трансграничных водных ресурсов, рационального использования, сохранения существует 16 лет. Это эффективно работает в ежегодном режиме, встречаясь то на одной стороне, то на другой стороне комиссия специальная. Местом посаджения с уместной белорусско-российской комиссии по охове и рациональном выкраснении трансграничных водных объектов, гомель обраны не выпадкова. У нашей области самые великие запасы поверховых вод. За год просторитую региона протекая около 40 миллиардов кубометров. Разум с тем, одно цены до этого природного богатия становятся все больше рациональными. У першу чергу за кошт выкористания у вытворчиси систем другосного водозабеспечения, что дозволяет измельчать объемы поверховых вод не больше на 0,3% что год. Сярут опущенных проектов, які уже реализованы, те реализуются зараз. Новые очищальные сбудования на БМЗ и Мазельским нафтоперепроцовчим у Саугасе комбинати СОЖ и городе Рогачёве. Усёгэта бассейн трансграничной ракет Днепр. Зараз на территории Гомельской области находится 29 стационарных пунктов назирания что год. На их отбирается около 300 проб и проводится с выше 8 тысяч кемичных доследований. По выниках мониторингу, большинство мясовых водных объектов, однися иногда к категории «добрые» и «выдатные». Гэтая категория означает, что водоемы не только являются чистыми, а и могут самостоинно одновить экосистему в вынику забродживания в темнику природного характера. Хоть только поверховыми водами интересы экологов не обмяжовываются, у Беларуси великие запасы подземных вод, причем их промысловое выкористание мае целый шерх обмежаванью. Позиция Минприроды однозначная, уносить некие изменения у природоохранительного законодавства негде. Министерство природных ресурсов на сегодняшний день поддерживается позицией сохранения чистоты подземных вод. Мы понимаем, что создав прецедент бурения скважин, который может в конце концов превратиться в неконтролируемый процесс, понимаем, что это привезет, безусловно, к загрязнению. Наша основная задача – это охрана и рациональное использование водных ресурсов.